Как и время есть. Димасика жду. Как я приобрел новую семерку? Я работал еще на электроизделиях. На мазе на этом, короче. Потом буду рассказывать. Если было, конечно. У меня был москвич, считай, 412. Я на нем ездил, в деревню ездил, туда-обратно. Все уже, ну, он весь ломается. Короче, я весь чинил, не чинил, блядь. Потом... Короче, нужно было машину. Какую-то машину я уже начал зарабатывать. И я узнал, что шеф дает беспроцентную услугу. Ну и мне посоветовали, короче, что у шефа был... Ну, есть отец, и у него двойка жигулей. В хорошем состоянии. Двойка, да, это универсал. Я думаю, может это самое... Тысяча за тридцать, за сорок купить у него. Все равно получше моего огневого москвича. Ну и, значит, в один прекрасный момент, прихожу к шефу и говорю, это самое... Я говорю, вот у вас там есть этот... Жигуль, двойка жигулей. Как бы, ну, вроде как продаете, как бы... Я купить его хотел, но только у меня, как бы, денег нет. Я говорю, беспроцентную сумму взять и купить, как бы, у вашего отца эту машину. Вот так подстрел на меня, говорит. На хрена тебе это надо, говорит. Вон, бери денег и покупай себе новую шестерку хотя бы. У меня болты вот такие, короче. Ну и все, и, значит, я узнаю. Шестерка стоит... На то время 93... 93 тысячи она стоила, шестерка. Это был какой год? Наверное, был 2003, что ли. Второй или третий год. Вот она стоила 93 тысячи шестерка. Ижевской сборки. 1.6 мотор. Ну и, значит, самое... Все, короче, я беру. У него, значит, 93 тысячи. Расписку все напишу. Зарплаты вычитать там на... На год, что ли, вроде. На год, да, вроде как делал. На долю года. Вот, зарплата у меня была семь с половиной, по-моему. То есть, да... Нет, и двенадцать уже, и тринадцать. Вот так. Ну и все, значит... А я, ну как бы... У меня, во-первых, была зарплата. То есть, я получил ссуду. Потом получил зарплату. У меня уже сотка. Еще у меня был отпуск. Получил отпускные, но в отпуск не пошел. Получил отпускные. Зарплату отпускные. И еще нам давали премию в размере зарплаты. Или в размере отпускных к отпуску. Короче, три зарплаты получил. То есть, деньги получил и три зарплаты. У меня было сто десять тысяч примерно. Я такой думаю, блин... Шестерка, вроде как бы уже устаревшая, да, такая модель. Вроде семерка получше. А семерка стоила сто три тысячи. Думаю, блин, она посимпатичнее, покрасивее. У нее уже панель эта высокая, да. То есть, как на девятке. Думаю, хер с ним буду брать семерку. Ну и все. И, короче, поехал в этот... Зоологическая улица у нас в Керенбурге. И там, короче, стоянка. И там был то ли ДДТ, то ли АНТ. Что-то ДДТ там, по-моему, было. Вот. И, значит, туда, короче, приезжаю. И смотрю машины. Стоят там несколько семерок. И одна из них стояла вишневая. Две вишневых. И одна белая, по-моему, стояла. Белая, мне не нравится. Вишневая такая выглядела. То есть, подошел там. Новая резина. То есть, первый раз новая машина. Это же... Ну и, значит, к менеджерам, короче. Все, без проблем. Машину завели. Вроде работает, нормально. Все, деньги в кассу внес. Документы выписали все. Вот. И прямо оттуда, короче, я поехал на установку сигнализации в этом, на Бардино, короче, там. Сейчас, я не знаю, там есть этот сервис. Нету. В подвале. Там много кто ставил сигнализацию в те времена. Ну, я, значит, ехал туда, то есть, сразу. А времена-то были такие, не очень. То есть, как бы, и... Короче, за мной. Вот я без номеров ехал, да, на новой машине. За мной, со стоянки прямо. Видимо. Ехала машина. Тонированная вся, короче. За мной, видимо, следили. Потому что я как-то смотрю в зеркало. Куда поворачиваю? Он за мной. Я туда поворачиваю? Он за мной. То есть, все время за мной ехал. И он провожал меня практически до Бардина, вот до этого, до сигнализации. Все. Я когда туда уже свернул на сигнализацию, он развернулся и уехал. Все. Я, блин, с машины даже не выходил. Ну, чтобы здесь, как бы, это... Тот со мной брат, что ли, со мной ездил. Не помню. Короче, в машине его оставил, а сам пришел договариваться. Ну, потому что сигналки-то нет еще пока. Все, значит, потом заехал туда. Поставили музыку и поставили сигналку. Сигналку поставили... Какую? Генезис, что ли, блядь. Ну, короче, дерьмовую. Такую самую дерьмовую сигналку. Поставили сигналку, поставили музыку мне. Часа за два, наверное, за два с половиной. И все. И, значит, на следующий день... Да, на следующий день поставил на стоянку. На следующий день поехал уже в ГАИ. И поставил на всю ГАИ ее. Ну, номер был, по-моему... Не помню. Не помню, какой номер был. Вот. Получил, значит... Ну, взял машину. Ну, и дальше все опять понеслось у меня, короче. Сначала там ТО. Противотуманки поставил. Диски, немел колпаки купил поставил. Короче... Не помню, с зимней резиной. Вообще еще не помню, что было. Была ли зимняя резина у меня или не было ли. Вот, про пятнашку я больше помню, про семерку. Ну, и, значит, все это наворотил. И начал тоже ездить туда в деревню. Пятьсот километров через Тюмень. Пятьсот туда, пятьсот обратно. Вот. Ну, и... Тяжелые были у меня времена. То есть, денег не было. Я работал один. Больше по зарплате у меня высчитывали за машину. То есть, практически, я не знаю, хлеб да вода. Вот. Притом еще... Ну... Солярка... Нет, я, короче, это... Да, по-моему, я ездил на МАЗе. Вот. И заправлял там по талонам. Да были талоны. По талонам солярки заправлял талоны бензина. Были заправки у нас такие, короче, которые по талонам. То есть, водителям давали талоны и заправляли, короче, солярку. Там талон был не на литры, а на рубли, короче. Или там... Нет, дистоплива было и рубли. Вот. Ну, еще, короче, можно было спокойно заправку эти талоны давать. И тебе, значит, по курсу на эти талоны бензин могли заправлять. Ну, вот я так, короче, заправлял 40, 20 и 10. У меня канистры были 40, 20 литров и десятка. Две алюминиевые, то есть, 20 и десятка алюминиевые. И железная была сороковка. Они как в багажник ставили все хорошо. И вот я их полные заправлял, 70 литров. И туда, значит, туда, обратно. То есть, как бы, у меня еще оставалось полбака. Еще там ездил по деревне, катался. Еще там бензин там давал на бензопилу, там еще на что-то, короче. Вот. Ну, и, значит, потом, буквально, наверное, месяца через два, у меня началась проблема с зажиганием. Значит, машина начала дергаться, не троить, а дергаться, да, дергаться начала. Значит, ну, понятно, что я сказал, давай свечи менять. Поменял свечи, не помогло. Значит, ну, изначально-то я, как бы, контакты... Нет, я провода поменял на более дорогие провода. Нахера не помогло. А потом давай уже в трамблер лезть. То есть, сначала контакты почистил. Хватило буквально на неделю, наверное. Через неделю опять начало все дергаться. Я, значит, контактную группу выкинул, купил. Беру, были так. Крутая контактная группа. Воткнул ее. Мне хватило на две недели. Через две недели опять, короче, началась эта хрень. Все. Я, блядь, давай все менять. Катушку зажигания, блядь. Ну, всю электрику, которую возможно, я все поменял. И трамблер даже новый ставил. Этот убрал, новый ставил, блядь. Нихера, контакты горят, и все, блядь. Ладно, Херсин, с этим я как смирился, ездил. Вот. Потом, значит, проблема у меня случилась уже год, наверное, да. То есть практически год. Уже года еще не было. У меня, значит, накрывается коробка, короче, пятая передача. Значит, что произошло. Я, значит, выехал из дома и поехал. А, да, я с деревни возвращался, и у меня, короче, начала хрустеть коробка. Гудеть, хрустеть. Я, блин, тот самый, ну, год машине там пробег был, ну, 30 тысяч, там, 25. Значит, я поехал в сервис. Коробка гремит, звенит на всех передачах. Я поехал, значит, на сервис, находился на объездной. Ну, базовое продолжение, как считается, объездная. Вот Амундсена и вот между Амундсена, Ануфрии, вот тут, короче, сервис, где Мрео, блядь. Вот там, короче, сервис был такой, двухэтажный, на стоянке. Вот они там занимались, короче, коробками и всеми делами. Я туда потихонечку, короче, еду, блядь, у меня все гремит в коробке. Вот. И буквально вот я уже, я уже вижу этот сервис, вот он вижу, блядь. И, значит, в это время у меня коробка, удар такой, блядь, бум, блядь. И все. И тишина. То есть все передачи включаются. Ничего не бринчит, ничего не звенит. Но я все равно до сервиса доехал, мы ее задрали на подъемник. Как мы ее только не гоняли, блядь, на всех передачах, блядь. И снизу слушали, блядь, и так и сяк. Ну ни хрена, блядь. Вот, ну ни хрена. Ничего не слышно, все четко, все работает. Ну, думаю, на такой машине ездить в деревне уже не получается. Потому что, ну хрена, коробка такая. Надо, короче, машину продавать. А я, как раз, рассчитался уже за нее. И, короче, машину надо продавать. Вот, я, значит, иду к шефу. Он, говорю, так и так, машина, говорю, херовая попалась. Коробка накрылась, говорю, там, сжигание, короче, говорю. Я бы хотел еще взять, ну, еще взять ссуду. Чтобы взять какую-то, не знаю, девятку. Да, не девятки были, пятнашки были, пятнашки, да. Ну, он говорит, ну, без проблем, что. Продавай. Говорит, ты, говорит, эту машину продавай. Вот, как ее продаж, так подойдешь сразу и, значит, все решим. Ну, я, значит, выставил на продажу. Буквально на следующий день, что ли, или через два дня приезжает клиент. Клиент приезжает с Камышлова. А машинка у меня вся нарядная, я помню, я приехал на автовокзал на Южный. Он на автобусе приезжал оттуда. Не помню, с женой или с кем-то, или с отцом ли он там приезжал. Ну, и все, и самая, а машинка вся нарядная. Она у меня эти, ну, все, короче, в дверях мода была ставить эти отражатели в дверях. Ну, тогда мода была, начало двухтысячных, то вот так вот машины выглядели. Катафотики всякие, там, спереди туманки желтые. Ну, то есть она такая нарядненькая машина. Потом этот на капоте у меня этот стоял, мухобойка. Ну, то есть четко, у меня фотографии, блин, не сохранились этой семерки. Вот. Ну, и, значит, он посмотрел машину, мы прокатились, она все четко, не шумит, не извините. Я ему ничего не стал говорить ни про коробку, ни про сжигание. Ну, и все, телефоны обменялись. И, значит, сколько он мне заплатил? 100... 107 тысяч он мне заплатил, короче, 107, потому что машины в цене выросли на год, так хорошо так выросли. Семерка уже стала стоить, там, по-моему, 120, что ли, и 118. А машине меньше года, пробег маленький. Поэтому за 107, короче, мы с ним договорились, я ее продал. Все, значит, он уехал. Вот, я потом, значит, к шефу пришел, говорю, так и так, ну, продал за 107 тысяч. А пятнашка стоила 170, или 160, или 170, где-то вот так она стоила новая. Я говорю, ну, так и так, еще, говорю, надо 80 тысяч. Ну, 80, лучше 100, потому что сразу надо ее обделать, машину сигнализацию поставить. Он еще мне дает 100 тысяч. Вот, я, значит, и я поехал в этот... А, ну, пятнашка, это уже другая история. В общем, короче, вот такая у меня была семерка. Вот, и она... Не повезло мне. Я в нее вложил дохера, блядь, а продал в итоге, ну, чуть больше. Ну, по сути, я продал за те же деньги, которые вложил. Но только новая уже стоила дороже. Вот. В общем, так она была нормальная. Но контактные группы, я так и не разобрался, в чем проблема. А, кстати, потом я позвонил этому мужику, где-то через месяц, наверное. Позвонил узнать, или он мне позвонил. Он мне позвонил узнать, там, что там, то, что там, где там дета включается, то, сё. Какие-то, я там, не помню, на что он позвонил. Я спросил, говорю, как вообще машина-то? Он говорит, блядь, вообще в идеале. Спасибо тебе большое, блядь. Все четко, все работает, блядь, все классно. Я, блядь, радуюсь. Почему у меня она так вся вела, блядь, непонятно. Может, я все уже сделал, блядь, продал. В общем, короче, такая вот хрень была. В общем, когда вот деньги я уже взял, да, ну, у меня получилось где-то с двести тысяч, у меня примерно было, да, двести тысяч. Тоже так же были, отпуск у меня был. Тоже так же в отпуск не ходил, там отпуск, премия к отпуску, короче. И поехал я, значит, покупать уже эту пятнашку. Брал я ее на крауле, тоже в ДДТ. На крауле, а там в конце, где база ОМОНа, короче, поближе немножко. На стоянке. Я тут зашел на стоянку, там много всяких машин стоял, десятки стояли, короче. Десятки были дороже, там, двести двадцать, двести тридцать они стоили. Вот, ну, и, значит, стоит пятнашка, такая, блин, ну, цвет серый у нее, ну, у меня есть фотография, покажу. Вот, пятнашка. Завел ее. Это, совсем другая машина по сравнению с семеркой. То есть, она какая-то такая, блин, во-первых, зубило, такое, знаешь, острое зубило. Во-вторых, рулевой у нее такое дребезжание, начинаешь трогаться с места дребезжания, такое, по рулю идет раз передний привод. Вот, высокая панель, все дела. В общем, тоже я сразу же поехал туда же, по-моему, да, устанавливать сигналку. Снова поставил сигналку, поставил музыку, все опять по новой, по кругу. И поехал я на где-то центральный стадион, сейчас там раньше был рынок. Вот, и на этом рынке, короче, купил я диски. А диски купил я кованые. Ну, вот они на фотографии. Вот, я эту резину переобул. То есть, у меня машина такая бодрячком, потом кожаную эту мухобойку наклеил, ну, спереди одел. В общем, машина такая была, ничего, боевая такая. Поднял ее, передок поднял немножко, задок побольше поднял. Ну, это та мода была машину поднимать. И вот пятнашка вот эта у меня, конечно, блин, она и летала у меня. То есть, от деревни угонял, вообще четко было все. Не ломалась, не ломалась. Пока, значит, не сгорел клапан. А клапан сгорел, я даже не помню. Ну, видимо, затянут клапан был, что ли, с завода. Ну, в машине там еще сколько, пробег, может, 30 тысяч был. И все, у меня троит, троит, затроило, затроило, блин. Уже свечи меняю, бесполезно все равно троит. Компрессии померили, компрессии нет в одном цилиндре. Делали капиталку, ну, не капиталку, вот, головку делали в этом. На Щербакова туда, уже в сторону Химаша за Уктусом. Там был сервис, где воинская часть, там танковая. Вот. И там мастерская такая, блядь, все ходят в этих промасленных робах. Тут, блядь, болты какие-то валяются на пол, там слой мазута на земле. Ну, такая, знаете, советская, блядь, тракторная мастерская. Но, тем не менее, мне там клапан сделали, короче, собрали. И, ну, сколько я на ней еще покатался. Блядь, я не знаю. Ну, полтора года, наверное, не больше, не больше, не полтора года покатался. Вот. И, значит, деньги выплатил я все полностью. Месяц я получил полную зарплату уже без вычета. И, значит, надо как-то дальше двигаться. Вот. И, значит, пошел я опять к шефу. Вот. Ну, это уже, как говорится, следующая история. Так что, ничего, пятнашка, вот я в навороте, все были машины, я наворачивал. Вот, и это тоже наворочено там. Вот. Единственное, только я вот морковника не наворачивал. Ну, там не надо было, там как-то вот все такое. Вот. Так, пятнашка вот была, у нее была проблема вот именно с клапаном. Все остальное, коробка, подшипники, вообще никаких проблем. Машина летала, блин. Красивая была машина, мне очень нравилась. Короче, решил я эту продать, пятнашку. Вот. Ну, и так же пришел к шефу и говорю, так и так, хочется колдину. Давно я уже смотрел на колдину, с правым рулем. Ну, потому что покатался я на кресте, да, ну, то есть на старой кресте 80-х годов. Ну, блин, японские машины меня зацепили, коркретно. Вот. И, значит, решил я взять колдину с рынка. Ну, тогда, ну, там машины были практически качественные все. Не как сейчас. Она нормальная машина была. Вот. И, значит, пошел я на рынок, на этот, к вертолету. Ну, тогда был рынок, сейчас там, ну, зоопарк строился, там, короче, так. Радуга парк сейчас мы будем называть, нет. Не знаю, короче. В общем, пришел на рынок. И, значит, смотрел машины здесь. В основном стояли с левым рулем, короче, ничего такого хорошего не было. Вот. И здесь был такой, как бы, автосалончик небольшой, стеклянный. Да, как маленький, там, на пять машин там. И там, короче, стоял белый Mark II Qualis. Намытый, начищенный. Я тогда, как бы, особо не смотрел там, да, что там, то, все. На самом деле он был весь битый. Ну, ни геометрии не уведена, ничего. То есть там, ну, цвета разные, детали были. Ну, не суть, короче. Я присмотрел и взял я его. Также ссуду взял. Взял его, за сколько, блядь, за двести... Двести пятьдесят или двести шестьдесят или тысяч. Да, да. И цены уже росли. И вот тут, конечно, я ощутил, действительно, иномарки. Ни одна новая Жигули не может сравниться вот именно со старыми японскими иномарками. Когда вот все такое, значит, велюр, мягкая вот эта торпеда, ничего не скрипит, не шумит. Ну, это действительно корабль был. Передний приводной Mark II Qualis. Ну, это, по сути, Камри, Камри Грация. Только от другого этого. Там, Тайопет. Или Тайопет, или НЭЦ. Торговые сети японские, которые Тайотами торгуют. Вот. Взял этот Mark. И вот он бесшумный. Как он тут у меня катился, короче, ну... Ну, у него стояла резина на семнадцатый или на семнадцатый, да, или на семнадцатый. Там тоненькая резина стояла такая, короче. Вот. Ну, сколько я в ней прокатился, наверное, дня три-четыре. Посадил что-то пять человек. И, значит, выехал на щебенку, блядь. И два колеса нахер сразу, блядь, порезал. На последние деньги кое-как я выцепил шестнадцатые старые диски. Шестнадцатые... А, девятнадцатые стояли, да. Взял шестнадцатые и бэушную резину, короче, тоже японскую, на нее одел. И, блядь, и начал ездить весь в долгах. Вот. Но пузом цеплялась везде вообще. То есть она была очень-очень низкая. Поэтому я поехал в сервис, здесь, на Черепаново. И поставил я проставки спереди, сзади. По два сантиметра, по-моему, она. Ну, что-то не особо поднялась. Но тем не менее, как бы, нормально стала ездить. И вот на ней я сколько проездил, наверно. Да тоже, наверно, блядь, год-полтора, не больше. Поставил на нее газовое оборудование. Еще второго поколения. Но мне с ним не повезло. С ним газовым оборудованием. Троило. Коело. И, блядь, хух, зазевался. Ну, скучная тема, потому что. Вот. И я хоть и поездил на газу, там баллон был на 50 литров, 40 литров, короче, мне надолго хватало. Обороты специально сделал больше, потому что мало хватало. В общем, херово сделали. Это ГБО мне просто херово сделали. Мне потом уже люди писали, что тебе там то не поставили, все не поставили, блядь. Вот. А ГБО делал я на учителей 38. Вот. Ну и все, катался, катался. Потом у меня начало, значит, бряканье. А я уже, кстати, когда марки я купил, то есть, буквально через неделю мы с Солошкой познакомились. Вот. И вот я к ней как раз приехал, наверное, на этом белом, это не знаю, на белом коне, наверное, приехал на белом коне. Вот. Ну и все, значит, потом начались проблемы, начались с бряканьем. Что-то начало брякать. Вот просто стучит. С двигателем все нормально, с коробкой все нормально, вообще никаких проблем. С подшипниками, блядь, никаких проблем. А вот в салоне что-то начало брякать. В прямом углу, блядь. В прямом углу, блядь. Ладно, значит. Поменял линки. Поменял, блядь, шаровые, блядь. Всю подвеску я перебрал, блядь. Там уже не, нечего больше. Стойки все четкие, все классно, блядь. Брянчит и все, нахрен. У меня такие подозрения, что это что-то в панели там брянчало, блядь. Ну, в общем, короче, это был корабль. На этих, на волнах подвеску пробивало, короче. Если медленно ехать порой на дороге, это просто кайф, отдыхаешь. Если, значит, на каких-то вот таких волнах, все, блин, это дно мучения, нахрен. Только из-за этого я его, нахрен он нужен, надо его продавать. Вот. И, значит, что получилось. Получилось, что мы, значит, солнышко пошли на рынок, на Белую башню, посмотреть машинки. Ну, просто походить. И там, короче, попалась, блядь, вот этот Тойота Виш. Эта вторая машина была в городе. Она вот такая, ну, она была цена, там, дорогая была. Она у нее 370, что ли, или 400, 470 тысяч, по-моему, была она. Дорогая машина, 2006 год был. Блин, ну, она такая красивая, она такая была, блин. Короче, мы телефонами обменялись. Вот, я посидел в ней, в принципе, у меня нормально там было. Ну, все такое. Современные панели, как вот на Авенсисах, на Короллах. В тех новых машинах была вот именно такая вот клетчатая панель, такая, да. Вот сиденья такие, эти уже Тойотовские. Современные материалы. Ну, значит, короче, прокатились мы на ней. Она такая сбитая вся, жесткая. То есть, ничего не пробивается, никакие кочки, блядь. В общем, загорелись мы солнышкой, что типа надо эту самую, эту машину. Ну, и мы с ним, короче, договорились с этим мужиком, что мы меняем. Он, наверное, перекуп был, как правило. Меняем Марка на эту машину с доплатой 200 тысяч. Или 180 тысяч. 200 или 200, даже не помню сейчас точную сумму. Все. Я, значит, к шефу, блядь, опять. И к шефу, и говорю, так и так, говорю. Марк этот, блядь, хероненький, он уже смеется над мной. Я говорю, ну, хули, говорит, пробивает подвеску, блядь, неудачно это самое. Я говорю, вот есть такая Тойота. И он мне сказал условие, то есть, пригони эту Тойоту сюда. Пусть приедет продавец сюда, на территорию, на яму. И пусть Руслан ее посмотрит. Это вот, как бы, заместитель, можно сказать, ее зам. Вот, и он разбирался в японских машинах. Понял, он тоже себе. Ипсума пригнал тогда. На Короле ездил до этого. Вот. И, значит, все, я с этим позвонил мужиком, без проблем. Приехали, загнали на яму. Руслан ее полностью посмотрел, говорит, ну, слушай, блядь. Снизу она вообще вся как новая. Единственное, что у нее передний и задний бампер были. Ну, видимо, схлопнулись они. То есть, передний и задний бампер заменены были в Японии. Или в Японии, или в Белостоке, не знаю. Машина говорит, блядь, ну, как новая, короче. Ну, что, я тогда было три года, но пробегал 75 тысяч у нее. И все, и, значит, добро шеф дает денег. И, значит, я, значит, плачу деньги. А тогда у нас была проблема еще, да, ПТС. Потеряли ПТС на марка. Ну, скорее, не потеряли, а бывшая просто взяла и спрятала этот ПТС, чтобы я не мог машину, как бы, продать. Ну, значит, все легко сделалось. То есть, поехал в ГАИ, написал заявление об утере ПТС. Без проблем мне выдали дубликат ПТС. Ну, и все, и, значит, машина уехала в Тагил куда-то, короче. Туда ее куда-то продал. Вот. А я, значит, поехал получать номера уже на этот Виши. Вот. И тут уже все. Экономия топлива, жесткая подвеска, минивэн. То есть, машина была, конечно, красота. Вот. И потом, значит, на этой машине мы ездили. Все прекрасно. На море мы не ездили тогда еще. Вот. Ничего практически я не делал на протяжении шести лет вообще ничего не делал. Только масло менял. Вот. Масло менял через десять тысяч, короче. Ну, такое. Вот. В коробке два раза, по-моему, масло менял. Значит, потом, что у меня случилось. А, значит, Кузька была беременна Демасиком. И, короче, у нее начались схватки, когда она была, блин, в Исети. За Исетью даже туда в Согре. Она была в Согре, блин. И, значит, у нее схватки. Она звонит. Она была со Стасом. Стас был поддатый. Но они там были на машине на приоре. Ну, и, короче, блин, я, значит, бегом сажусь в Виша, блин. И на Серовский тракт. И, блядь, сто восемьдесят ей, короче, кочегарю туда. А Стас, ну, как бы пьяный, выехал уже с этого Согры до Исети. Потому что дальше там уже менты, как бы, были. Поэтому, на, как. И вот мы договорились встретиться уже в Исети. И вот я тогда вваливал. И туда еще и ехал уже перед Среднеуральском, блядь. Чувствовал мне что-то с движком не то, блядь. Просто что-то какое-то как-то тройнуло, дернулось, что-то как-то вот так, блядь. Это был первый звоночек, значит. И, короче, Кузьку забрал. И обратно также сто восемьдесят мы летели в перинатальный центр, короче. Ну, все успели. Сватки у меня были. Вот. Значит, ну, все, короче, сдали. Родила. Это было ночью. Вот. Потом, значит, что у нас... Потом, когда она уже родила, Демасика, да, и у него проблемы с цепочкой были. Повезли. Его... Нет. У меня сначала, короче, брякань какое-то в моторе было. Может, ролики, может, чего. Я приехал к Лене, короче, и... Ну, Лене еще работал на Шевской. И он это самое... Там болт такой идет, который крепит эту... Эту... Натяжитель, да. И он длинный, этот блок. Он проходит сквозь крышку, короче. И туда в блок вручил. Вот такой болт длиной, например. Большой. И, значит, эээ... Он за этот болт... Ну, типа, здесь болталось. Он хотел его подтянуть. И, значит, пытался его как бы подтянуть. Но у него ничего не получилось. Вот. И, значит, плюнули, оставили. Теперь с ним поехали. Вот. Ну, и, значит, уехал. А потом... Нужно было... Мороз был минус 30. И нужно было Димасикой Аскузькой везти в клиентальный центр в больницу. Уложить. Ну, и, значит, мы выехали. И вот уже буквально на Таватуйской бебели. На перекрестках проезжаю, блин. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. В движке что-то такое. Все, блин. Останавливаюсь. Движок бренчит. Все. Останавливаюсь. Поднимаю капот. Короче, у меня... Натяжитель, блин, слетел. Ремень слетел. И этот болт, короче, обломился. Слетел, блин. Ну, и все, значит... Чего тут... Бля... 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 Не помню сейчас, как это все было. Вот... Как я заметил, что нужно было капиталку делать. Движку. Болт обломил. Толи сначала начало масло жрать. Видимо, после вот этой поездки на 180 литров в час, начало жрать масло у меня. Резко. Притом, где-то литр на тысячу. Полтора литра на тысячу. Хотя до этого вообще не ела нисколько. Начало жрать масло. И вот когда... Ну, и вот еще этот болт, который Леня, видимо, пытался там большим ломиком его подтянуть, что ли. И, может, надломил его, что ли. И, короче, вот он лопнул этот болт. Ремень слетел. Я уже думаю, ну, как ехать-то? Эвакуатор, блядь, вызывать. Вызвали такси, короче. Пусть бы посадили солнышко на такси увезли. Вот. А я, значит, ну, завел. Вроде работает. Не греется, значит. Ну, мороз же был. Своим ходом потихоньку до стоянки, до рулю. Так и приехал я на стоянку. Поставил ее. Ну, и все. И, значит, короче, на эвакуатор. Пригнали эвакуатор, загрузили и договорились с Леней. Он еще работал на Шевской. И туда, значит, машину оттарабанили. Вот. Ну, а занимался он там, потому что у него основная работа была, это гарантийное обслуживание Жигулей. Вот. А когда работы нет, то тогда, значит, он другие машины делает. Ну, и там, как бы, встал в очередь. Ну, и все. И, значит, когда машину уже загнали, движок сняли, начали разбирать. И когда сняли крышку, увидели, что там гуталину, блядь, в стоконах. Я заливал костроловское масло. Гуталину. И вот либо это кострол так нахерачил, блядь. Либо, значит, с Японии уже было такое все загаженное. Ну, 75 тысяч пробег, может, он там ни разу масло не менял за 75 тысяч. Может, один раз поменял. Вот. И, как бы, все это шло, нарастало. Да еще я менял через 10 тысяч, не через 5. И, в итоге, короче, весь двигатель был закоксованный. Сейчас я фотографии приложу. Вот. И, значит, разобрали. То есть, посмотрели, вкладыши там, то, сё. Вкладыши нормально. В общем, короче, закупился я на 30 тысяч запчастей. Прокладки, короче, там, цепь, там, туда-сюда, короче. Ну, все вот это вот. Двигатель помыли. Не химии, как K-Power моет там, да, до идеального этого самого. Нет. Там, видимо, просто керхером помыли сколько могли. Потому что полностью его не вымыли. Вот. И главное, что вот у меня вот маслозаборник был, да. У него только вот такая маленькая дырочка стала. Все остальное было затянуто этим мазутом. Ну, все, короче, поменяли мы кольца. Поршня, не помню. Где-то поршни тоже меняли, да. Протачивали, не протачивали. Я уже сейчас не помню. В общем, короче, все сделали. Собрали движок. И все. Масло перестало сжать. И так вот я еще и ездил, ездил, пока вот ее не продал. То есть никаких проблем с ней не было. Потом где-то было уже, наверное, на ста двадцати пяти, на ста тридцати тысячах. Уже шаровые начали немножко чуть-чуть. Уже машинка такая расхлявенькая началась. Вот. Поменял шаровые, поменял линки. То есть служил переднюю подвеску. Колодки менял. Вот. И, в принципе, дальше продолжал ездить без всяких проблем. Вот. Все. И вот потом уже за триста тысяч я продал ее вот дочери Моторолы. Ну, естественно, я уже уволился оттуда с той предприятии. Вот. И, значит, мы ее продали. И тогда взяли с Соншки Криги. Вот есть видео по поводу того, как мы в Японии машины покупали. Все. И, в принципе, продали, вернее, мы еще ее не продали. Мы купили уже эту. Она уже приехала. И потом мы продали уже, когда эта уже приехала, чтобы без машины не оставаться. Две машины у нас на стоянке стояли. Вот. И, значит, все уже сели на эту. И на этой уже как бы все известно по видео. В общем, короче, вот такая машинная история была у нас по легковым. Причем сомна. С BRU1PECOR. Продолжение следует...